всем привет привет сегодня у нас видео в формате интервью и сегодня мы продолжаем говорить о планировании и сегодня мы будем говорить о таком разделе тайм-менеджмента как тайм-трекинг это когда ты берешь и тупо записываешь все что ты делаешь и записываешь сколько времени ты на это потратил андрей последние три с лишним недели записывал все что он делал и я хочу у него спросить а зачем это что скучный канал я думал это веселый канал что типа сегодня у нас видео в формате интервью потому что тут кто-то окончательно по ходу поролся и я вообще не понимаю что тут происходит и какого хрена андрей объяснись что происходит некоторыми назад я начал записывать расписывать все свое время да то есть записывать сколько я времени на что трачу причем у меня как бы стандартные подходы когда ты записываешь там не знаю свои рабочие проекты да и все а меня устраивает только подход когда я записываю вообще все время то есть как вот у меня все 24 часа они куда-то расписаны потому что мне важно понять именно общий бюджет времени как я его трачу особенно учитывая что сейчас работа из дома и как бы грань между работой не работой она очень стирается я начал записывать и уже три недели у меня расписано полностью каждая минутка на что-то тогда у меня первый вопрос технически куда ты все это записываешь я придерживаюсь подхода mvp поэтому я начал записывать в excel просто у меня большая табличка и я туда добавляю новые строчки у у меня есть приложение которое позволяет сделать то же самое но чуть-чуть удобнее но во первых она хочет денег за большее количество возможных вариантов на что тратить за что-то еще хочет денег короче я решил что если табличка уже на данном этапе все мои потребности то почему не использовать табличку это самый гибкий простой вариант я знаю что очень часто и таймтрекинг используется именно на работе когда работодатель хочет знать чем занимаются его сотрудники и туда надо вписывать что-то типа пошел в туалет пять минут покурил три минуты победал полчаса потратил полтора часа на то чтобы фиксировать время которое ты на что-то потратил а ты зачем это делаешь ну мне кажется работодатели на самом деле чаще всего это используют например когда у тебя юридическая фирма да это занимаешься куча клиентов и тебе надо знать какому клиенту за сколько часов своих юристов выставить счета потому что чаще всего эти системы именно для этого используются да чтобы я рискалки три часа потратил на тот проект два часа на это нужно будет зависеть кто заплатит за эти часы в моем случае мне на самом деле именно отчеты волнуют далеко не так сильно как момент осознанности то есть для меня было важно именно самому ознавать осознавать что я сейчас делаю и самому осознавать в какой-то момент я переключаюсь и сознательно я выбрал это сейчас делать или вот так просто получается то есть просто научить себя гораздо чаще обращать внимание то чем я занимаюсь и то ли что это нужно какой-то момент у меня была какая-то высокая загрузка и куча требований у меня было ощущение что я ничего не успеваю и я пытался сконцентрироваться на том чтобы тратить время которое было по ощущению очень ограниченное количество ровно на то что нужно а скажи может прям все любят конкретные примеры можешь рассказать на что ты вообще списывал время то есть насколько подробно это было в стиле там типа я ковырял в правой ноздри или я ковырял в левой ноздри или можно объединить на я ковырял в носу ну меня больше всего меня естественно интересовала разбивка между работой и не работой потому что мне было важно проконцентрировать что я трачу достаточное количество времени на работу ну и потом знаешь почему у меня нервный срыв я расписывал на что именно я по работе трачу время причем тоже как бы скорее такая осознанная деятельность неосознанная деятельность я достаточно я вкладываю в какие-то ценоправленные задачи или у меня время уходит на там типа сидел проверял е-мейл читал внутреннюю сеть отвечал на сообщения ну и во вторую очередь меня интересовало но правда вот как я распоряжаюсь тем временем которое у меня есть там сколько я отдыхаю например реально причем ну у меня вот есть следующие категории ну понятно первая категория это сон она будет самым многочисленным как раз у любого человека у меня доходит примерно 30 процентов времени за неделю а потом у меня был отдых это осознанный отдых когда вот я выбираю что я например хочу провести время с Викой там провести время с кем-то еще или как-то вот ну короче целенаправленно отдыхаю так что мне не стыдно за это время потом у меня была работа разделенная на кучу категорий там осознанная деятельность по конкретному проекту просто общая организационная деятельность когда я там проверяю всякие системы и так далее потом время проведенное с семьей это там всякие совместные завтраки обеды ужина и отвезти детей в школу позаниматься с ними и так далее и время подращенное впустую на не знаю что на втыкание в фейсбук на какие-то онлайн игры на в общем на то за что мне стыдно чтобы я понимал сколько туда уходит но остальные категории они уже более мелкие но они мне были нужны просто чтобы понимать сколько ну как бы потому что мне нужен полный учет да учет бывает либо полный либо неполный если у тебя все равно какие-то лакуны остаются то у тебя не будет ощущения что ты понимаешь куда уходит твое время например у меня есть время там потраченное на домашнее хозяйство его не очень много время потраченное на личные домашние дела например сейчас идет таймер который говорит о том что мы занимаемся проектом youtube категории деятельности запись видео вот ну а остальные а вот это вот это одиннадцатая строчечка да у меня там есть время которое отнимает у меня мигрень например да потому что во время мигрени несколько часов провожу подключки но опять же когда я записываю ли время прежде всего важно не поменять сколько часов она меня отняла а чтобы знать как часто это случается и я стараюсь записывать триггеры да все говорят что про головную боль очень помогает понятие какие личные для себя триггеры для этого надо системно вести учет окей вот у меня случилось мигрени до этого я там занимался спортом ел жирное пил алкоголь вот остальное ну какие-то мелкие понятные дела там вот мы сходили в ресторан два часа за три недели или там душ примерно такого же порядка расходование в общем какие-то такие понятные человечки категории просто соблюдать сплошной учет у меня вот такой вопрос а ты насколько честно как бы перед собой перед табличкой все это делал то есть ты если работал то ты в тот момент когда ты пошел читать фейсбук ты честно записывал как-то переключал таймер или считал что если ты отвлекся на две минуты то это неважно нет я скорее супер консервативно записывал то есть нам меня как раз задача себя мотивировать и честно себе ответить на вопрос там как часто я отвлекаюсь да поэтому я скорее я как бы уменьшу время работы если я не уверен что я ровно столько работал там вот малейшее отвлечение этого я его скорее запишу потому что это и есть моя цель во вторых вот сам факт того что такой окей сейчас мне надо записать что яection 3 1 сомневая да то есть когда ты это как когда ты записываешь калории оيت мне надо сейчас записать мороженое да нет я не готов записать свою дневника еды мороженое вот так и здесь да такой блин вот если я сейчас это сделаю мне придется записать что я отвлекся я не хочу такой запись в своем никаке времени и это тебя немножко тормозит возможно это там довольно существенная часть цели всего это поэтому записывал я супер честно И, во-вторых, меня, кстати, волновало, насколько часто я переключаюсь между разными деятельностями. У меня тоже есть проблема, что я очень часто перескакиваю вместо того, чтобы сосредоточиться и что-то доделать до конца. И поэтому я тоже, когда знал, что окей, я отвлекся и начал что-то другое делать, я сделал отметку, чтобы видеть, что окей, у меня там 10 тысяч строчек по 5 минут вместо 3 по полчаса. А я правильно понимаю, что если мы вот это вот все посчитаем, то мы честно можем сказать, сколько ты зарабатываешь, например, в час? Да, да, совершенно честно можем. Я знаю, сколько я трачу. Ну, вот у меня сейчас под рукой только в процентном отношении, но я примерно 25% времени трачу на работу. 25% времени – это четверть от 24? У меня в руках таблички. Все хорошо. Ой. Это примерно 42 часа в неделю. Ну, и это как бы вот суперчистое, суперчестное время. Ну, как бы так, наверное, получается не каждую неделю, но я это начал делать в ответ на довольно большую загрузку. И вот у меня суперчисто времени работает только, когда я срочно работал, получилось 42 часа в неделю, что я считаю неплохо. Ну, вообще, мне кажется, что это очень дофига, потому что когда человек работает в офисе, он там проводит 40 часов в неделю. Но эффективной работы у него, ну, не знаю, дай бог, 4-5 часов в день. Да, вот отсюда исключены все. Там спустился на кухню, пообедал, спустился на кухню, лил себе чай – это все исключено. То есть это только время, проведенное вот чисто над задачами, еще как бы обрезая хвосты, когда я не уверен, что я, типа, вроде, да, лениво читал e-mail, но на самом деле не был сосредоточен, поэтому это не записываем, короче. Я считаю, что, да, это неплохо, но, в общем, ради этого все, наверное, затевалось, чтобы повысить количество часов эффективной работы. А можем ли мы сказать, что в итоге получается так, что дома ты работаешь более эффективно, чем в офисе? Безусловно, хотя бы потому, что у меня добавилось 2 бесплатных часа в сутки, да, то есть если... Ну, ты бы мог их веселиться в это время? Нет, я бы в это время мог вкалывать на велосипеде по дороге в Амстердам. Ну, то есть я сэкономил на спорте, но у меня появилось 2-2 часа на работу. То есть ты вот эти освободившееся время-то все-таки тратишь на работу, а не на то, чтобы поспать подольше? Да. Не, ну, с основным у нас вообще все фиксировано, мы сильно больше, чем надо и можем, не спим. Как ты думаешь, есть ли смысл заниматься таким учетом постоянно, или надо это делать время от времени, или достаточно сделать, там, один раз записать за 3 дня, и уже все будет понятно? Моя цель в осознанности, поэтому я думаю, что вот пока там что-то не сорвется, я буду продолжать этот учет. Опять же, для меня отчетность не так важна, как привычка осознавать, что я делаю. Поэтому я думаю, что я буду этим заниматься более-менее постоянно. Мне очень нравится вот это, как бы, ну, это самый простой, единственный способ, который я придумал, чтобы понимать, а что ты сейчас делаешь, и потом иметь возможность отфиксировать честно свой день, там, то я делаю, что надо, или нет. Я сама какое-то время, не знаю, мне кажется, года полтора, наверное, назад пыталась что-то подобное делать, но я это делала чисто для эксперимента, и на протяжении недели, и каких-то особых инсайтов у меня не было. Но при этом я, на самом деле, сейчас не хочу этим заниматься, потому что я, возможно, где-то боюсь результатов, потому что мне кажется, что если я, например, посчитаю, сколько времени я трачу на тот же YouTube, и потом бы прикину, сколько денег мне YouTube придосит, скорее всего, надо будет честно признать, что я занимаюсь фигней, и вообще надо перестать все это делать. Ну, возможно, такие выводы это тоже дает, но, а возможно, ты начнешь гораздо более осмысленно заниматься YouTube, потому что, например, окей, сейчас я прокрастинирую национального ролика, который явно будет проходным и не принесет мне мировой славы, а вместо этого будешь сконцентрированно тратить время на те ролики, которые могут твой канал сильно-сильно развить. Окей, тогда расходимся. Всем пока! Ну, в смысле, что это явно проходной ролик? Зачем мы тратим на него время? Пойдем, сделаем что-нибудь клевое! Да, может, его легко записать, на него потратим всего 20 минут, а на суперпроводный ролик потратить будет, типа, 2 недели вкалывать по 16 часов. Это правда. Ладно, расходимся, всем пока. Так, ладно, давай ближе к делу, я люблю конкретные цифры, рассказывай. Какие результаты? У меня получилось, что за вот эти 3 недели я 30% времени спал, 25% времени работал, 16% времени отдыхал осознанно, то есть там проводил время с тобой вечером, или мы гуляли, или что-нибудь в этом духе. 8% времени я проводил с семьей, с детьми, там, и совместные приемы пищи, и все такое. 7% времени я продолбал на всякие недостойные разумного человека занятия. Ну и дальше пошли уже мелочи, там, 3% это всякие домашняя деятельность, 2% это, точнее, еще тоже 3% это всякие наши личные задачки. На YouTube потратил всего 2%, что гораздо меньше, мне кажется, чем обычно, потому что обычно мы это больше вместе делаем, а вот на этих неделях из-за того, что было много работы, мне, в общем, почти все сама. И 1% времени украло у меня мигрень. Поскольку ты уже больше 20 дней все это записываешь, насколько у тебя отличается, допустим, будний день от выходного, и насколько отличается там первая от второй, от третьей недели, то есть какие вообще флуктуации происходят? Да, я посмотрю. Но на самом деле все довольно последовательно, как бы меняется, что я делаю, например, на работе, какие проекты именно, а общее соотношение времени меняется очень слабо, то есть спим мы очень стабильно, отдыхаем мы тоже довольно стабильно. Поэтому, ну, опять же, это эффект того, что сейчас я как бы контролирую, что я делаю. То есть если бы я внезапно перестал контролировать, наверное, там, может быть, где-то в какой-то момент у меня там время подращения в пустую бы резко выросло. За счет того, что эти 3 недели я себя довольно жестко контролирую, да, все скучно. Но посмотрим, что еще будет. Может, через некоторое время я устану, и что-нибудь поменяется. Опять же, для того, чтобы вот эту динамику отслеживать, я это все и делаю, да, чтобы понять, что, окей, я стал меньше работать, наоборот, я что-то стал еще больше работать. Или там, у меня получается тратить еще больше эффективных часов на работу, но я не чувствую себя более уставшим, не чувствую, что там семейная жизнь идет сильно в ущерб. У тебя, как у менеджера и как у человека, который сам все это попрактиковал, есть рекомендации? Это вообще кому-то нужно на самом деле? Или это просто баловство? Или это только для таких упоротых, как мы? Ну, я думаю, у каждого человека свой способ как-то себя... Ну, во-первых, должна быть потребность себя концентрировать, да, если ее нет, то бессмысленно это делать. И, наверное, у всех своих... Я, например, работал с дизайнером, для него отлично работал по Модоро, да, он просто говорил, что, окей, вот сейчас я час занимаюсь только этой задачей, на что не отвлекаюсь. И этого было ему достаточно, чтобы набрать достаточное количество эффективных часов. Но в отличие от меня, у него все-таки задачи были более такие большие и понятные, да, мне надо задизайнить вот это, он берет и дизайнит. А у меня, как у менеджера, очень много таких вот мелких задач, и тут гораздо труднее сохранять концентрацию, потому что ты волей-неволей по характеру деятельности постоянно перескакиваешь, можешь не заметить, как ты уже перескочил на что-то непродуктивное. А для детей, домохозяек, подростков может такое сработать? Есть смысл в этом? Мне кажется, для детей более-менее бессмысленно, как бы сплошной учет времени точно бессмысленно. У них должно быть много свободного времени, которое они на ходу решают, чем заполнят. А вот, например, для женщин, которые там занимаются чем-то дома, я бы очень рекомендовал, потому что, мне кажется, вот это такое состояние, когда ты не понимаешь, куда уходит время, и, ну, как бы очень легко, что ты такой, оп, а где день, а что произошло? Что произошло, почему я тут? Да, поэтому вот если у вас есть ощущение, что время вообще непонятно, куда уходит, то это очень хороший способ взять его под контроль. Не только понять для себя, куда он уходит, но, возможно, более осознанно его тратить, да? А хочу ли я сейчас тратить два часа на то, чтобы готовить обед всей семье? Да нет нахрен, поедят полуфубликаты. Я эти два часа потрачу на что-нибудь гораздо более осмысленное. Например, пойду покрашу брови. Например. Или выщипываю. О, нет, это уже не модно. Черт. Почему мне никто не сообщил? Все, прощаемся нормально еще? Или мы вставим тот кусок, где мы решили, что видео бесполезное и разошлись? Так, прощаемся нормально, потому что мы решили, что предыдущее прощание было какое-то слишком спонтанное. Спасибо большое за внимание. Мне кажется, что тема интересная, но она действительно, в общем, не для всех. Но некоторым очень может пригодиться. Все, всем пока. Я могу уже переключать таймер на что-нибудь другое со съемок видео? Вот теперь можешь. Привет. А, что? Да, окей. Все, я оценивался, давай. Всем привет. Привет, дорогие подписчики. Заметно, что я похудел? Сделай нормальное лицо. Интервьюер не подготовился.